Дорогие друзья Множество всяких событий происходит перед всеми праздниками, перед Новым годом и не только перед праздниками. Но сегодня мы с вами являемся свидетелями, на мой взгляд, эпохального события. Эпохального. Во-первых, потому что мы отдаем дань ярчайшим, величайшим представителям татарского народа. Братьям Агамуровым, их семьям, их делам. Они очень много сделали для развития Уральского региона. И мы проводили и совместные выставки. Мне очень приятно, что здесь вот Равиль Зубаревич Бигбов, представитель Татарстана. В прошлые годы мы проводили вместе, и, наверное, сейчас будем, и с Венатом проводить тоже множество различных мероприятий. Вот это первое, что бы я хотела отметить. Кроме их замечательных дел, это были торговые люди, которые просто на высочайшем уровне знали свое ремесло и свое дело. Они оставили еще после себя памятники деревянного зодчества. И вот этот дом, в котором мы с вами находимся, ну даже трудно вспомнить, да, Равиль Зубаревич, сколько лет, ну просто много лет он был то на консервации, то начинались деставрационные работы. Вот я вижу Андрея Владимировича Федотова подошел, который стоял на стопах этого процесса. Там, может быть, Юрий Петрович Литвиненко подойдет, и здесь Белый Иванов Зорина, первый директор Музея купеческого быта. И, знаете, вот, ну чуть-чуть вроде бы оживает и снова консервация. Мы понимаем с вами, что огромные деньги нужны на реставрацию этого полного комплекса. А сегодня дом наш, на самом деле, ошел. Может быть, это самое главное вообще достижение такого огромного коллектива, который этим занимался. Пусть это пока небольшая часть, пусть это пока небольшая часть, но она живая. Здесь будет музейный клуб «Дом Агафорова». И мои коллеги замечательные придумали, вы видите, кроме хорошего, интересного дизайна, множество мероприятий, потому что здесь будет и семейный клуб, здесь будет студенческая среда, здесь большое количество волонтеров, студенты, маленькая экспозиция, рассказывающая об истории дома. Я думаю, вы обратили внимание, я познакомилась с Татьяной Сергеевной, директором, здесь вы, Татьяна Сергеевна, с директором педагогического колледжа. Оказывается, студенты с 1938 года жили здесь. И вот теперь они продолжают и помогают нам. Это, в общем, нам на самом деле важно и дорого. И я хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Коллег из Министерства по управлению государственным имуществом, научно-производственный центр по охране праведников, дорогие коллеги, спасибо большое, что вы откликнулись тогда на нашу просьбу и выделили, по-моему, предпоследние деньги на реставрацию этого блока или даже, может быть, последние. Я хочу поблагодарить генерального подрядчика ООО «Строинвесты» и его замечательных коллег, всех рабочих, которые в этом принимали участие. Коллег из Министерства культуры Свердловской области, которые нас поддерживали. И, конечно, сотрудников музея. Светлану Анатольевну Карипанову, куратора проекта, заместителя директора научной работы. Лариса Анатольевна Коновалова, это автор проекта, вся творческая составляющая на ней. Спасибо большое. Хочу представить вам Марину Крахалеву, дизайнера, благодаря которой состоялся этот дизайн, Валентин Иванович Кташник, главного художника. Вот, ну, просто, знаете, Любовь Валентиновна вон там спряталась. Спасибо большое, Козырева. И, конечно, те, кто работал в этом здании. Ирина Петровна Кузнецова идет заместитель директора по капитальному ремонту. Лариса Алибетовна, которая, Исаенко, которая очень много со своими коллегами и с душой большой занимались этим проектом. Владимиру Петровичу Бакадорову, всем своим коллегам. Спасибо огромное. Товарищи, ура! Ура!